МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более миллиарда рублей направят в Сургуте в 2020-м на субсидирование общественного транспорта. Но когда будут обновлять автопарк? Помочь ребенку-инвалиду ОНФ нашел спонсора, который за свой счет установит пандус на лестнице 56-го дома на проспекте Ленина. То, что дает энергию, чуть не лишило жизни. Врачи городской клинической больницы спасли девочку, еще от которой прожгла обычная батарейка. Обсудили предложение и распределение федерального гранта. Глава региона Наталья Комарова провела заседание правительства Югры с представителями органов местного самоуправления. Видеотрансляция для всех муниципальных образований и городских округов шла из администрации Сургутского района. Обсудили вопросы организации школьного питания детей, которые болеют, например, сахарным диабетом. Для них с 1 января 2020 года будут готовить отдельные диетические блюда. Возможность введения предельного индекса по изменению размеров вносимой платы за ЖКУ. Также рассмотрели возможность замены предоставления земельного участка семьям, имеющим детей-инвалидов, на единовременную социальную выплату в размере 800 тысяч рублей. Такой подход используется в отношении очередников на земельный участок из категории многодетные семьи. Сейчас он будет распространяться по этому предложению и на льготников, имеющих право на бесплатное получение земельного участка. Это категория на семьи, имеющие детей-инвалидов. Также Наталья Комарова сообщила о том, что правительство России выделило Югре-грант в размере 1 миллиарда 156 миллионов рублей. Все средства решили распределить между 18 муниципальными образованиями. Так, из этой суммы Сургут получат 74 миллиона рублей. Сургутскому району направлено чуть более 43 миллионов. Лидируют по размеру вложений Нижневартовска-Хантамансийск. Им отдадут по 80 миллионов рублей. Руководители муниципалитетов вправе самостоятельно решать, на какие нужды расходовать выделенные средства. Глава Сургута и вместе с тем секретарь местного отделения Единой России Вадим Шувалов встретился с единомышленниками. За круглым столом обсудили важные партийные программы, поговорили о достижениях единороссов и членов молодой гвардии. Затронули проблемы Сургута и реализацию нескольких запланированных крупных проектов. В частности, строительство научно-технологического центра в нашем городе. Сумма инвестиций в него будет равняться 50 миллиардам рублей шести спортобъектов по концессионным соглашениям. Центральной темой стали итоги 19-го съезда Единой России, который проходил в Москве. Вадим Шувалов подчеркнул, что главная задача партийного человека – это защита, забота и служение интересам населения. Первое, что согласен, потому что сам проповедует такой посыл, который тоже наш президент. Это защита, забота наших граждан. Ну и вот это служение, которое как бы шляет тоже именно как глава города, считаю, что это действительно важно. Это важно, чтобы мы понимаем служение тем людям, с которыми ты живешь в этом обществе. Строительство вторых путей, новый поезд «Ласточка» до Екатеринбурга и реконструкция объектов ЖД-инфраструктуры. В Тюмени губернатор области и представитель компании РЖД подписали соглашение о сотрудничестве, о планах и параметрах важного документа, расскажет Татьяна Расторгуева. Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Свердловской железной дороги Иван Колесников в столице региона подписали важное соглашение о сотрудничестве. Его цель – повышение уровня транспортной обеспеченности, организация качественных пассажирских перевозок, развитие и модернизация железнодорожной инфраструктуры. Соглашение подписано. Встреча губернатора Тюменской области и главы Свердловской железной дороги прошла в преддверии старта знакового проекта. 9 декабря от вокзала областной столицы в первый рейс до Екатеринбурга отправится современный состав «Ласточка». «Ласточка» на направлении Екатеринбург-Тюмень. На первом этапе он будет отправляться с Тюмени. В перспективах в 2020 году мы планируем обеспечить встречную перевозку и с Екатеринбурга в Тюмень, и с Тюмени в Екатеринбург. При соответствующей успешности планируем, что уже в середине года сможем перейти на парную перевозку». Растет статистика перевозок пассажиров по пригородным маршрутам. Рост на 20% зафиксирован на направлении Тюмень-Тобольск. Наполняемость вагонов – 70%. «В прошлом году на направлении Тюмень-Тобольск начал курсировать обновленный подвижной состав. 8 современных комфортабельных вагонов. Они брендированы в стиле национального туристического проекта «Императорский маршрут». И всем возначаем этот проект как один из самых удачных». В следующем году власти Тюменской области приобретут еще 6 таких вагонов. Ведется обновление железнодорожной инфраструктуры. Инвестиции компании РЖД увеличились более чем на четверти, составили около 5 миллиардов рублей. «Мы в своем бюджете ежегодно предусматриваем субсидии, которые сохраняют тариф для жителей региона на социально доступном уровне. Не остается без внимания и развития инфраструктуры. Создаются комфортные условия для пассажиров на вокзалах Тюменской области. Строятся новые железнодорожные пути. Получают развитие станций и грузовые терминалы». Закончена реконструкция пешеходного моста над путями в Тобольске. В следующем году отремонтируют переход в Тюмени. Следующий этап – строительство высоких платформ. В этом году в РЖД отчитались о завершении крупного инвестиционного проекта. «В текущем году завершился реализацию стратегических проектов по строительству вторых путей на направлении Тоболь-Сургут. Огромный объем работы был проделан. Важнейший проект с точки зрения обеспечения вывоза продукции нефтегазового комплекса в Сибири. И, безусловно, мы понимаем, насколько это было своевременно с учетом тех ростов отгрузки, которые на сегодняшний момент осуществляются». В Сургутском регионе Свердловской железной дороги грузооборот неизменно растет. Погрузка товаров за 10 месяцев здесь выросла на 2% и достигла показателей в 20 миллионов тонн. Львиная доля от этой цифры – нефтепродукты и горюче-смазочные материалы. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круповец, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. В субботу аналогичное соглашение между РЖД и правительством Югры подпишут в Сургуте. Наталья Комарова и Иван Колесников согласуют документы взаимодействия и сотрудничества в области железнодорожного транспорта на ближайшие три года. В рамках переговоров запланирована презентация подвижного состава. Не исключено, что стороны обсудят тему реконструкции Сургутского ЖД вокзала. Результаты конкурса ранее отменила Федеральная антимонопольная служба. От первоначальных планов по реновации городской станции отставание составляет уже около девяти месяцев. Разные методики. Бюджет Сургута рассчитали из прогнозных данных численности населения города. Все цифры согласовали с окружными властями. По финансово-экономическим данным на 2018 год в Сургуте проживали 370 тысяч человек. Прогноз на 2019-й – 377 тысяч. Планы на 2020-й – 382 тысячи человек. В реальности, по данным ОМВД, о которых говорил заместитель главы Алексей Жердев, в Сургуте зарегистрированы более 400 тысяч жителей. Кроме того, в крупнейшем муниципалитете Югры на непостоянной основе проживает около 50 тысяч мигрантов. Между тем, численность населения является одним из показателей, по которому окружные власти рассчитывают размер дотации городам и поселениям региона. Прежде чем мы начинаем взаимоотношения с округом по межбюджетным трансферам, есть свой порядок, установленный депфином округа, по которому нам они доводят показатели, в том числе и численность населения, которую мы согласовываем на основании официальных данных статистики. Эти показатели с округом согласованы. Окружные власти пользуются методикой, утвержденной законом о межбюджетных отношениях. Один из пунктов указывает, что за основу берут официальные данные статистики, причем за год, предшествующий планируемому периоду. Численность населения влияет на размер дотации, потому как частью является подушевой. В проекте бюджета Сургута, который на следующей неделе представят на обсуждение депутатам Думы, в полном объеме заложено финансирование на субсидирование пассажирских перевозок. В конце прошлого года из-за недостатка средств власти города пошли на сокращение числа субсидируемых маршрутов с 22 до 9. В результате цена проезда по ряду направлений на несколько дней поднялась с 25 до 35, а в некоторых случаях до 50 рублей. Перевозка пассажиров у нас занимает достаточно большую часть в бюджете. На вскидку это более 800 миллионов, то есть уже цифра к миллиарду приближается. Только это не субсидии. На протяжении ряда лет мы проводим конкурсы по 44 закону и на конкурсной основе привлекаем перевозчиков. Средства предусмотрены и на действующие автобусные маршруты, на традиционные летние перевозки пассажиров, то есть транспортное обслуживание будет обеспечено. Стоимость проезда в общественном транспорте Сургута в 2020-м сохранят. Ценник на автобусный билет сейчас составляет 25 рублей, на проезд в маршрутках 30, по двум направлениям 40 рублей. На субсидирование общественного транспорта на 2020-й в бюджете города закладывают более 1 миллиарда. Об этом рассказал заместитель председателя Думы муниципалитета Артем Кириленко. Он отметил, что за последние два года сумма, которую направляют из городской казны на помощь перевозчикам, выросла на 250 миллионов рублей. Тарифы существуют двух видов – регулируемые и нерегулируемые. Размер первых устанавливает округ. Отказываться от какого-либо типа не планируют, поскольку сохранение обоих дает больше возможностей для конкуренции. Также сургутские депутаты поставили перед администрацией задачу проанализировать схему движения общественного транспорта с учетом появления новых микрорайонов. Нами, депутатами, поставлена задача, чтобы администрация обеспечила разработку новой схемы организации движения общественного транспорта. Как показывает практика, в других городах это приводит к определенному эффекту. Маршрутная сеть оптимизируется, уменьшается количество маршрутов и приводит к экономии бюджетных средств. И к повышению удобства для пассажиров. О повышении удобства пассажиров думают и в другом направлении. В части обновления автопарка Артем Кириленко отметил, что конкурсы, которые сейчас разыгрывают между перевозчиками на обслуживание городских рейсов, на грани рентабельности. То есть у владельцев компаний просто нет лишних средств на покупку новых автобусов. Не мешало бы повысить и комфортность транспорта акционерного общества «Спопад», акциями которого владеют городские власти. Какие меры будут предпринимать в Сургуте, чтобы сделать автобусы и маршрутки удобнее. А также о новых направлениях, по которым хотят запустить рейсы, мы расскажем в эти выходные в программе «Новости главное». Эксперты Общероссийского народного фронта нашли спонсора, который установит за свой счет пандус в одном из домов нашего города. Историю маленького Руслана Кадеева мы рассказывали в программе «Новости Сургут-24» в эту среду, 4 декабря. Родители и ребенка больше полугода добивались, чтобы коммунальщики смонтировали вспомогательную конструкцию на лестнице подъезда на Ленина-56. Не увидев движений по ситуации, они позвонили на горячую линию президента России. В целом в регионе вопрос доступной среды продолжает еще быть актуальным. Сами люди с особенными потребностями говорят, что лишь малая толика учреждений доступна для всех категорий инвалидов. Антонина Сахарова продолжит тему. Цифровые технологии для обеспечения самостоятельного образа жизни инвалидов. Этот вопрос был одним из ключевых на тематическом заседании, которое состоялось в правительстве региона. Рассматривали с позиции культуры. Сегодня в округе создают виртуальные концертные залы, экспозиции, снабжают их цифровыми гидами в формате дополненной реальности. Открыто 67 центров удаленного доступа к ресурсам президентской библиотеки. В детских школах искусств автономии занимаются 52 ребенка с особенными потребностями. В целом можно сказать, что в культурном плане достижения неплохие. А если говорить о доступности учреждений? Наша страна, в том числе автономный округ, в настоящее время использует федеральные стандарты по обеспечению доступности среды для маломобильных групп. Тем не менее, в ходе выполнения общественного контроля, собирая информацию о реакции людей на эти возможности, создаваемые государственными муниципалитетами, в том числе и в социальных сетях, сведения об отдельных практиках, проектах, формируются новые предложения по развитию стандарта. Реагировать на запросы самих инвалидов крайне важно. Тем более, что только они не могут дать объективную оценку ситуации. Например, анализ показал, что в Мегионе инвалиды по зрению, слуху, колясочники и люди с поражением опорно-двигательного аппарата инспектировали 34 учреждения. Среди них были и муниципальные организации. Выяснилось, что ни один объект не является доступным для всех категорий инвалидов. Об этом говорил эксперт по доступной среде Дмитрий Бичуков. Такая проблема не только в Мегионе. В целом она не везде доступна. Допустим, если есть физический доступ, то на объектах отсутствует сопровождение. А ситуационной помощи вообще, в принципе, отсутствует. Допустим, если есть физическая доступность для колясочников-опорников, без проблем проходим, получаем услугу, то для, например, слабослышащих и слабовидящих это проблема. Губернатор Наталья Комарова обратила внимание, что в Югре предстоит большой объём работы по обеспечению доступности для маломобильных групп уже существующего жилого фонда. И здесь проблема зачастую заключается не в деньгах или отсутствии возможностей, а просто в нежелании. Такая ситуация сложилась у семьи Кадиевых из Сургута. Больше полугода они добивались установки пандуса на лестнице их подъезда в 56-м доме на проспекте Ленина. Конструкция на входной группе вроде как есть, только колёса инвалидной коляски их сына туда не помещаются. Стандартная, она воздаётся. Инвалидная. Здесь там проходит степень. Всё. Куда нам дальше идти? Всё. Здесь мы берём это всё на руки и сносим. Да? Либо муж ребёнка, я коляску, либо наоборот. Кадиевы обращались в администрацию города, но там помочь не смогли из-за ограничений федерального законодательства. Сходили в управляющую компанию. На коммунальщике, узнав, что пандус предстоит устанавливать за счёт средств организации, интерес к ситуации тут же потеряли. Сургутяне не выдержали и позвонили на горячую линию президента России. Вопрос передали Общероссийскому народному фронту. В ОНФ, между тем, нашли и спонсора, который установит жизненно необходимый пандус за свой счёт. Антонина Сахарова, Дарья Давыдова, Сургут Интерновости. Умные квартиры для маломобильных югорчан. Первую такую создали в округе по замыслу волонтёра Ирины Башмаковой. У неё редкое генетическое заболевание, которое приковало женщину к инвалидному креслу. С помощью цифровых технологий она может открывать двери в комнаты с помощью мобильного телефона. В квартире установлены различные сенсорные оборудования и другие полезные гаджеты. Идею презентовали на профильном совете при губернаторе. Наталья Комарова идею поддержала и призвала масштабировать её на весь округ. Глава региона отметила, что маломобильные югорчане должны иметь беспрепятственный доступ ко всем социальным и культурным объектам. Мы начали работу по разработке внедрения регионального стандарта беспрепятственного пользования жилыми помещениями. Лицами с инвалидностью. А также стандарты благоустройства дворовых территорий. В том числе наёмных домов. Или в первую очередь наёмных домов. И те, которые используются... И те, которые предназначены для социального использования. Ещё одна концессия. Администрация Сургута направила в Думу города документы по согласованию заключения соглашения на строительство школы в 38-м микрорайоне. Она должна появиться за ТРЦ «Аура». Земельный участок ещё не сформирован. Планируемый срок постановки на кадастровый учёт – май будущего года. Завершено проектирование дороги, ведущей к объекту образования. Бюджет у города и округа школа на полторы тысячи мест общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров обойдётся в почти 2,5 миллиарда рублей. В случае одобрения строить объект образования начнут не позднее января 2021 года. Ввод в эксплуатацию через год. Предполагается, что концессионеры определят по результатам конкурса. Депутаты Сургутской думы рассмотрят вопрос сначала на слушаниях, а затем на 14-м внеочередном заседании 9 декабря. 1 миллион в помощь погорельцам. Администрация Сургута просит выделить деньги жителям сгоревшего дома номер 4 в посёлке Дорожном. Этот вопрос депутаты городской думы также обсудят на специальных слушаниях 9 декабря. Затем в тот же день за или против этого решения народным избранникам предстоит проголосовать на внеочередном заседании парламента. Проект направлен на оказание финансовой помощи семьям с детьми. В том случае, если парламентарии поддержат инициативу, по 100 тысяч рублей получат 10 семей. Внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Этот вопрос обсудили в Ханты-Мансийске на окружном инвестиционном совете. К проекту по внедрению такого стандарта сегодня присоединились уже более 10 компаний. Он позволит повысить производительность труда, а также полностью укомплектовать профессионалами производственные предприятия. Завершение внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения запланировано на март 2022 года. Также на инвестсовете говорили о снижении административных барьеров, создании комфортных условий для ведения бизнеса, соблюдении баланса интересов предпринимателей и власти. Сейчас в Югре, когда вводится тот или иной нормативно-правовой акт в предпринимательской сфере, власти применяют механизм оценки регулирующего воздействия. Она позволяет посмотреть социально-экономический эффект от новых мер и в случае необходимости отправить документы на доработку. Во многом это произошло в результате расширения использования информационных сервисов, в том числе использования рассылки подписчиков среди по новым нормативным инициативам. В этом направлении работу необходимо развивать, использовать для привлечения к финансовому сообществу все возможности сети интернет, социальных сетей. Чудо, что успели вовремя. Из Сургутской городской клинической больницы сегодня выписали маленькую девочку. Светия год и два. Она пробыла в реанимации почти месяц и перенесла около десятка операций. Все из-за небольшой батарейки таблетки, которую она проглотила. Об истории со счастливым концом. Дмитрий Круковец. У старшего ребенка, получается, был спиннер, в котором одна из третей была с кнопочкой, с лампочкой. Этот спиннер уронили, разбили. Получается, из него высыпалась куча запчастей. И вроде бы все собрали, но, как выяснилось, что собрали не все. Игрушка в семье Прокопенко разбилась еще в конце октября. Когда дочери через три дня стало плохо, с довольно-таки рядовой ситуацией ни родители, ни врачи проблему не связали. То, что ухудшение самочувствия девочки и разломанный спиннер – это звенье одной цепи – стало понятно позже. Лечили нас от пищевого отравления. На следующий день ребенку хуже-хуже, смектой отпаиваем, не помогает. Скорую вызывали. Скорая тоже нам сказала легкий и чистый, поставила кишечную инфекцию. В 10 утра поехали ложиться в инфекционное отделение. Там заведующая инфекционного отделения не понравилось, наконец, ее дыхание. Отправили на рентген и узнали, что у нас батарейка, которая уже на тот момент пробыла у нас три дня. Девочку привезли в городскую клиническую больницу на машине скорой помощи и сразу же положили в реанимацию. Состояние годовалой света и врачи оценивали как крайне тяжелое. Это инородное тело, оно достаточно длительно простояло в пищеводе, вызвало электрохимический ожог, прободение в правую плевральную полость. То есть туда зашел воздух, туда зашло содержимое, которое потом нагноилось. У девочки развился асепсис. Это достаточно тяжелое состояние, которое очень часто приводит к летальным исходам. Самые страшные были, наверное, первая неделя, ну и вторая тоже. Потому что все нам ставили состояние крайне тяжелое, прогнозов нам сначала никаких не давали, потом прогнозы нам давали плохие. Все нам объясняют, что это батарейка, что уже через два часа она дает очень сильный электрохимический ожог пищевода. У нас батарейка пробыла три дня. Там и сепсис, и плеврит, и двухсторонняя пневмония, и легкая спалась, и прогнозов никаких не давали. Это было очень страшно приезжать, видеть своего ребенка, лежащего, без сознания. Врачи объясняют, самое сложное – безопасно извлечь батарейку. Источник питания прожег в пищеводе ребенка дыру диаметром в полтора сантиметра. Было создано физический градиент давления в отрицательную сторону с целью обеспечения оттока и слепания последующего стенки путем применения физических единиц отрицательного давления. Другими словами, постарались сделать так, чтобы на поврежденный участок организма было как можно меньше напряжения. Помогал аппарат искусственной вентиляции легких. С его помощью Света дышала почти три недели. Состояние ребенка было таково, пограничным. Любое ее ухудшение, оно сразу повлекло за собой наши действия. Поэтому приходилось постоянно контролировать. В том числе оперативные действия. А ее любое улучшение говорило нам о том, что мы все делаем правильно. Консервативная назначена терапия правильно. Операции тоже проводятся в полном объеме, так как они должны быть и вовремя. Поэтому в основном сложность вся контроль. В конце ноября ребенка перевели из реанимации. Свети Прокопенко уже год и два месяца. И сегодня она улыбается и обнимает главного врача больницы, который ее оперировал. 6 декабря можно считать вторым днем рождения девочки. В субботу ей предстоит заново учиться есть. Потому как до этого она получала питание через зонт. Родители не скрывают радости и вместе с врачами просят сургутян внимательнее следить за своими детьми. Самые опасные это два у нас как бы составляющих. Это вот батарейки, которые непосредственно вызывают электрохимический ожог пищевода, если она встает именно в пищеводе. А на задней стенке находится дуга аорты. Соответственно, если прободение будет непосредственно этого сосуда, то смерть наступает молниеносно сразу же. Второй из предметов, которые являются очень опасными, но отдаленными, это магниты. Ежегодно в Сургутской городской клинической больнице оперируют от 15 до 20 таких пациентов. У врачей есть целый музей из предметов, которые извлекли во время вмешательств. К счастью, магнитов и батареек здесь намного меньше, чем чуть более безопасных монет. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. На этом выпуск завершен. Я желаю вам только хороших новостей. До встречи в эфире. Профессиональные мастера из Таиланда в салоне спа-массажа «Тайрай». Не знаете, что подарить? Подарите себе и своим любимым красоту, здоровье, молодость. Большой ассортимент мебели для дома и офиса. По низким ценам и с хорошими скидками. Вся мебель в наличии. Евроофис. Улица Островского, 26. Ищите врача, которому можно довериться? Центр эндокринологии «Здраво» – это врачи-звезды в одной клинике. Высокопрофессиональные эндокринологи, аллергологи, гинекологи, неврологи, гастроэнтерологи. Высокоточные анализы и диагностика. Детские специалисты. Обращайтесь с любыми симптомами. 11 лет безупречной репутации. Доступные цены. Доброе отношение. Телефон 550-146. Появились растяжки. И ты прячешь свое тело от мира и мужчин, хотя раньше любовалась собой. Пора выйти из тени. Коррекция растяжек по последним достижениям науки. Косметология будущего «Голдберг». Улица Ленина, 18. Телефон 500-118. Энергия страны – это сила Сибири. И твой город – это город сильных и успешных людей. А жилой комплекс «Кедровый лог» – это его исторический центр. Квартиры с видами на любимый город рядом со всей инфраструктурой Сургута. Парки и скверы, концерты и кино в пешей доступности. Подземный паркинг и высокая энергоэффективность. «Кедровый лог» – комфортный дом в атмосфере центра. Щедрый выбор новогодних подарков для ваших детей. Игрушки, одежда, товары для спорта, игр и отдыха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok